17 августа в районе деревни Бараново на участке федеральной трассы в седьмой раз прошла захватывающая драг-битва. Соревновательный дух был присущ человеку во все времена и всегда являлся одним из основных двигателей развития практически всех сфер жизни общества. Поэтому после изобретения автомобиля проведение первой автомобильной гонки было лишь вопросом времени, недолгого времени. На соревнованиях в Бараново приехало более 30 экипажей с разных уголков нашей страны. Они боролись за право стать лучшим в заезде на четверть мили по прямому участку дороги. Драг-рейсинг – это гонки на 402 метра. Драг-битва седьмая по счету в этом году. Начинали мы ее с 2012 года. Количество зрителей и участников растет из года в год. Уровень подготовленности пилотов тоже на данный момент на очень высоком уровне. Состою я в клубе «Кострома Рейсинг Тим». Клубу уже более 10 лет. То есть мы занимаемся организацией различных автоспортивных мероприятий в Костроме и Костромской области. На данное мероприятие есть ли у него альтернативы вообще у таких летних фестивалей хороших? Да, конечно. Будем развивать. Постараемся сделать не одноэтапную гонку, то есть постараемся сделать два или три этапа. То есть чтобы люди приезжали к нам больше и было интересно. Возможно, будет объединение с соседними областями, но будем уже думать после проведения сегодняшнего мероприятия. Расскажи, пожалуйста, особенные гости сегодня есть, которые, может быть, приехали из очень далеких городов? Может быть, какие-то автомобили тоже в особенности? Из очень далеких? Ну, это поселок Мелехово, наверное, Владимирская область. Вова Глотов приехал на своей девятке с триколором, видели? Вот. Ну, вообще, как бы территория мероприятия, она обширна. Есть ребята с Нижнего Новгорода, есть с Москвы, ну и, соответственно, с ближайших регионов Ярославль-Иваново. Как бы, ну, Костромичи сегодня порадовали, тоже представлены на данном мероприятии. Сколько автомобилей и мотоциклов принимают участие в этом? Ну, в данный момент у нас по заявкам это 32-35 человек всего. Ну, и, конечно, хотелось бы узнать, как вообще подходила подготовка, организация данного мероприятия, все ли прошло гладко и насколько отлажено у вас отношение с администрацией района? Мы с администрацией района из года в год работаем, сотрудничаем, то есть, так как у нас, будем говорить, не повысить это слово, команда профессионалов, при огромной поддержке головы города Буй, при поддержке главы Буйского муниципального района, у нас есть возможность проводить данные мероприятия на высшем уровне. Главным организатором драг-битвы выступил Кострома рейсинг-клуб. Большую помощь в подготовке и в проведении гонки на легковых машинах оказали администрации города Буя и Буйского района. Была получена также и спонсорская помощь. Ну, это серьезное тренировочное мероприятие, от района нужен вот такой участок, нам повезло, он есть, это самое главное. Жители деревни Баранова никогда не, может быть, возмущаются, музыка чем-то? Да нет, наоборот, они в более выигрышном положении, им легче дойти до сюда, никаких переконий никогда нет, тем более молодежи много, молодежь рада таким мероприятиям. Посмотреть, приехали люди с разных регионов, это увлечение, серьезное увлечение, кто-то марки собирает, кто-то крестиками вышивает, а здесь серьезное мужское увлечение, люди вкладывают серьезные деньги, чтобы максимум выжать вложительных сил от своего класса. Жанна, скажите, а у вас-то какая история с автомобилем, вас-то вообще всегда это мероприятие в плане автомобиля, двигателей, было ли жизнь, желание и любопытство, что у вас под капотом, ваше автомобиль? Ну, во-первых, любой мужчина, шофер, когда сидит за рулем и нажимаешь на газ, хочет, чтобы наша машина взлетала. Вот у них следа, а у нас пока нет. Но вы обязательно к этому придете? Ну, чем мы быстрее совершаем маневр, тем безопаснее техника. Если обгон мы совершаем быстро, значит, безопаснее на трассе. Александр, а будет ли продолжаться этот рак битва в нашем городе, в нашем районе? Ну, в том году у нас было, в том году у них не получалось у организаторов, планируется каждый год. По крайней мере, и Роман Хаттарович, и Паша Богданов, они отвечали, что будут каждый год. Если будет стабильность, будет больше участников, будет больше престиж этих соревнований. Трудностей больших для нас нет, но это все проводится совместно с районом, на территории Буйского района. Это уже мы не первый раз этим занимаемся. В первые разы было сложнее, сейчас, конечно, все уже так более-менее отлажено. В чем есть нужда, мы им помогаем, ребята. Конечно, сложный технический вид спорта, дорогой очень. Но, тем не менее, и буявляне уже в свое время принимали участие. Я считаю, что для молодежи это хорошее зрелище, красивое. Потому что, как говорится, рев моторов, скорость. Пусть лучше ребята выхлестают свои эмоции здесь, чем на улице города. Почему считаете, это хобби, но все-таки одним из хороших, лучших? Ну, дело в том, что это, во-первых, нужно иметь, здесь очень много навыков. Это и сварщик, и механик, и инженер. В общем, чтобы переделать простую, обычную машину, которая мощность 60 лошадиных сил, в машину, которая 500 лошадиных сил. А так, конечно, нужно иметь глубокие познания во многих областях. Как отмечают организаторы, автомобильный спорт на сегодняшний день популярен не только в России, но и во всем мире. В последние годы интерес к гонкам на легковых автомобилях заметно возрос у костромичей и жителей области. Подтверждением данных слов может служить тот факт, что посмотреть на драг-битву в районе деревни Бараново пришло около 2000 зрителей. Некоторые из них специально приехали из других городов, поэтому такие мероприятия во многом способствуют развитию туризма. Стоит отметить, что обеспечивали безопасность зрителей и участников на соревновании полицейские, медики и пожарные. Все службы у нас откликаются с удовольствием. И пожарная охрана, и скорая помощь, ну и, конечно, полиция. Ну и наш ДЭП всегда помогает. Это ОКОС, подготовка трассы. Мы всегда дружно к этому относимся. Это все-таки зрелище для наших людей. В драг-рейсинге приняли участие как начинающие гонщики, так и те, кто добился в автомобильном спорте определенных высот. Участвовать в драг-битве могли серийные и дообработанные легковые автомобили отечественного или иностранного производства. Никаких фантастических конструкций нет. Техническая сторона дела строго регламентирована. Одно из самых главных условий в соревнованиях по драг-рейсингу – это безопасность. Она зависит и от умений водителя, и от состояния автомобиля. Поэтому до начала гонок каждый участник проходит техинспекцию и медкомиссию. Благодаря такому тщательному контролю серьезных аварий на костромских соревнованиях до сих пор не было. Важно рассчитывать баланс между надежностью и мощностью, ведь отдача должна быть максимальной. В двигателе, причем он не обязательно базовый, модифицируют все, что только можно. Ставят мощные турбины и топливную систему увеличенной производительности. Свобода технического творчества настолько широка, что у пилотов велик соблазн соорудить нечто необычное, что даст нереальный эффект. От серийной машины порой остается только кузов. Два года назад впервые был на ВАЗ-2106. Это была та же самая машина? Нет, ВАЗ-2106. Этот проект выехал в этом году первый раз на таком моторе. А так он собран был год назад. Не терпится, расскажите про этот проект. Вы его собираете командой. Как это происходит? В основном командой, с друзьями. Можно немножечко нам объяснить, что в этой машине нового, и вообще осталось ли у нее что-то стоковое? Ну, стоковое, только внешность, наверное. Ну, вот сам кузов, остальное все пластиковое уже, тюнинговое. С виду мотор тоже как бы ВАЗовский, но внутри ничего родного нет. Так же и в КПП. Если я правильно понимаю, это все безумные деньги? Ну, как бы на ВАЗ не особо дорого, как на иномарке. Доступно. Расскажите, как долго вы занимаетесь этим автомобилем? Сколько приходится выкладывать сил в проект? Ну, этим я вообще занимаюсь с 2010 года, потихоньку. А этот автомобиль я собрал буквально за год. У меня все было в основном. Что вами движет, когда собираете автомобиль? Что вас мотивирует? Не знаю, увлечения. Я с детства люблю вот, ну, этими железками, поциклов. И вот машинами занимаюсь. Нравится. Вы приехали всей командой, да? Почти всей, вот. Расскажите, какие у них задачи? Как они вам помогают? Они, ну, в первую очередь, я как пилот, я должен отдыхать. Я, ну, свою миссию в гараже делаю, так же собираем все компании. А когда вот приезжаем на соревнования, они уже знают автоматически колеса заменить, отцепить, подготовить автомобиль к участию. А пугает вас конкуренция вот как раз в Костромской области? Маленько есть, маленько есть. Какие автомобили вас уже сегодня здесь поразили? Что, ну, удивило, может быть? Да, в принципе, ну, на Хондах ребята удивили. Ну, хорошо едут, ну, стабильно. Гоночные турниры осуществлялись в нескольких классах, основным параметром которых являлся рабочий объем двигателя. Изюминкой этого года стало участие двух классов мотоциклов. Есть в клубе и машинные раритеты, которые, тем не менее, показывают хорошие результаты. Их всегда ждут зрители. Например, ВАЗ-2106 – прокачанная классика отечественного автопрома. С каждым годом популярность драгрейсинга в нашей области только растет. В соревнованиях охотно принимают участие гонщики не только из соседних регионов. Как говорят драгрейсеры, страх – это удел чайников. Здесь не летают самолеты, тут летают тачки. Как давно занимаетесь вот таким видом спорта? Ой, давно. Лет 10 было. В данный момент чем занимаетесь, что произошло? Ничего, меняю колеса задние. Почему, зачем? Хочу на других попробовать. На данный момент ваше время все ли вас устраивает? Да не особо. А в чем дело? Плохо еду, зацепа мало. Расскажите, вообще смысл таких мероприятий, на мой взгляд, какой? Собираться вместе, кататься? Адреналин. Удовольствие явно получаете? Конечно. Это для вас хобби или работа? Это хобби. Чтобы вы желаете участника, который сегодня принимает участие? Ну, чтобы у всех все получилось. Вот такие мероприятия, для чего их проводят, молодцы? Зачем сюда едете? Не знаю, увлечение, показать себя там, ну, что из другого города приехал, чтобы мой город там знал, куда я езжу. Ну, увлечение с детства. Драгрейсинг давно перестал быть запрещенным видом уличных гонок. Теперь создаются целые федерации автомобильного спорта. А соревнования из междусобойчика для энтузиастов превратились в семейный день отдыха. За гоночной трассой развернулась бойкая торговля мороженым, шашлыками и прохладительными напитками. Никому не возбранялось привезти собственный мангал и устроить пикничок на природе под древ прокачанных автомобилей. Как давно вы занялись вот таким видом спорта? Если честно, года два максимум. Очень нравится. А что люди прошли автомобиль? BMW, около стоковая, немножко надута. Очень нравится, красивая. Сколько вам уделяете внимания и времени? Хобби. Время не замечаешь, очень нравится этим заниматься. Так что, ну, немного, в целом нет. Расскажите, а в чем смысл приезжать на вот такие мероприятия, на букет разбитых? В целом собраться друзьями, компанией, показать свои автомобили, проекты. Ну, больше просто дружеская атмосфера, как бы пикничок. Но вы не в первый раз в Бараново, если я правильно понимаю? Ну да, уже второй или третий, да. Расскажите немножко о месте проведения, оно устраивает нас пилотов? Да, конечно. Ребята-организаторы очень молодцы, все очень четко. Никаких нареканий, все классно. Участники тоже молодцы. На импровизированном подиуме гоу-гоу поддержка. В виде девушек в откровенных нарядах, эротично двигающихся под громкую ритмичную музыку. Водителям, конечно, не до красавиц и завлекающих танцев. Но для зрителей это было еще одно эстетически красивое развлечение. Скажите, как часто вообще посещаются подобные мероприятия? Официальные получилось в этом году первый раз, вот эти как. То есть стараюсь на нелегальные ездить. Но в основном ближе, роднее официальные. Поэтому стараюсь по возможности посещаться. Расскажите про свой автомобиль. Что за марка, как он вам достался? Это Toyota Mark II в 90-м кузове. Получается полностью сток. Доработаны картриджи в турбинах. То есть поднято давление до 1,2. И все, то есть больше ничего. А сколько вкладываете в нее времени, денег? Немножко об этом силу. Деньги здесь уже чуть-чуть неуместный вопрос. Потому что тюнинг это такое дело, что как только начинаешь, там уже счет деньгам заканчивается. Поэтому времени стараюсь много. То есть в основном только заправка все. Это ваше хобби? Как вы можете вообще это объяснить? Ваша работа, хобби? Это хобби, которое в принципе и родители одобряют. И я от этого получаю удовольствие. И они получают удовольствие от этого. То есть машина на повседнев. То есть она приезжает и на гонки поучаствовать, и просто покататься по городу. И родителей свозить. То есть везде. Скажите, а в чем смысл приезжать на такие выступления? Получение адреналина, ну и соответственно занимание каких-нибудь мест. Соответственно призовых. Сегодня есть надежда на призовые места? Конечно. Машина себя показывает в порядке? Машина в порядке, но хотелось бы результаты. Зная, что она может лучше показать, она мог... Хотелось бы еще быстрее. Устраивает ли трасса, вообще место проведение? Мероприятие все отлично, на самом деле. Проведение, организация вообще на высшем уровне. Что дожелаете ребятам, которые сегодня принимают участие? Ну, побед хороших, красивых, зрители, чтобы получили удовольствие. Ну, во-первых, им повезло с погодой сегодня, да, хорошо. Вот, я считаю, что вот это общение, которое... Они друг от друга подпитываются вот этим мастерством, смотрят, как сделаны машины. Я считаю, что вот с каждым стартом, вот с таким, да, я думаю, что у них мастерство растет. Как обычно, побед, меньше поломок и на тумбочку заехать.